А это может быть наведенная порча, это может быть проклятие, это может быть психическое заболевание с проникновением человека. Что я вам рекомендую делать? Можно провести обряд экзорцизма. Хотите, вот я сейчас его вам расскажу, как его можно сделать. Обряд экзорцизма описан в определенной книге, которая называется «Упанишады», обряды саман, и он называется, по-моему, «Гуштари». И данный обряд, он действительно очень эффективный. Выполнять такой обряд необходимо исключительно на начинающуюся луну, то есть когда уже луна начинает расти. Вот рассчитать вот этот первый день после того, когда луны нет, и после этого первая луна или первый лунный день. На восходящую луну делается. Что необходимо, дай бог памяти, сейчас расскажу. Итак, необходимо приготовить специальные ингредиенты для проведения обряда, который может помочь от экзорцизма. То есть если в нем есть психическое заболевание, без какой-нибудь и так далее, то таким обрядом можно убрать. Человек любой может провести, главное сделать правильные ингредиенты. Как они делаются? Необходимо, дальше очень смешно это все звучит, и, конечно, не для YouTube, а для закрытых таких методов. Вы знаете, даже объяснить с позиции здравосмысла нельзя. Опять-таки хочу сказать или извиниться, хочу сказать, что это не мой обряд, я его не выдумал. Он существует, правда, и он есть. И его широко используют те, кто знает. Почему он действует? Каким образом это работает с человеком? Я, к сожалению, сказать вам не смогу. Итак, гухари обряд. Что делается? Берется коровий навоз. И на костре сжигается вместе с дровами в небольшом количестве. После чего, когда это все остывает, необходимо пепел собрать. И данный пепел, его смешать, сделать, добавить воды и замешать шар. Он должен быть такой, чтобы помещался в правой руке, отжать его. После этого в него необходимо положить железный гвоздь вовнутрь и положить медный пятачок или любую медную монету. Но обязательно монету. Там основа не в монете и не в меде. Она связана с тем, что мелкие деньги их чаще трогают. Но там в этом обряде говорилось о медной монете. То есть медную монету все-таки лучше положить туда. После чего, когда вы сделали из этого шарик, то ни гвоздь, ни монетка, они не должны выпадать. После этого вот это все необходимо смешать с куркумой желтого цвета. Это корень такой. Можно купить порошок куркумы. Сколько куркумы? Шарик должен быть по идее желтенький. Поняли? После чего необходимо взять данный шарик. И 21 раз вечером где-то в 17-18 часов, с 17 до 19, до 20 вечера, даже вот так скажу, перед заходом солнца. Вот смотрите, только начинает вечереть. Вот у нас в моем регионе сейчас темно уже становится в 6. Вот между 5 и 6 необходимо провести такой обряд. Взять этого человека, посадить, попросить его, чтобы он закрыл глаза. Взять вот такой шарик и вот так обвести вокруг человека этот шарик. Сделать так 21 раз. Раз, два, три. После чего здесь два варианта. Первый вариант вынести на улицу, положить где-то возле перекрестка на траву или еще куда-либо. Поверьте, животные это есть не будут, муравьи там или какие-то мухи это растянут, там или птицы поклюют. Ни птицам, ни мухам, никому зла это не принесет. Гвоздь где-то там упадет и в дальнейшем сгниет, а пятачок, возможно, кто-то найдет. В этом ничего страшного нет. Это никуда не передастся, никаким образом не создаст никаких плохих условий для человека, не является ничем плохим и обряд имеет такой глубокий, даже эзотерический смысл. Обычно такой обряд делается двумя способами. Если тяжелое психическое заболевание, то делается 21 день подряд одним и тем же шариком, просто в него добавляется водичка, чтобы он был мокрый в руке. Или делается один раз, 21 раз, выносится, ничего не произносит, человек должен положить где-то на перекрестке или на каком-нибудь углу или возле угла какого-нибудь дома, так, чтобы там не ходили люди желательно. И когда это вы все положите, необходимо, не поворачиваясь назад, ни с кем не общаясь, и стараясь, здесь самое важное, не посмотреть назад, прийти домой. Вот таким образом обряд заканчивается.